...канал, в Трофе. Он выпущен в 97-м году, и я ждала, когда после 2000-го года рассекретится ее архив, потому что много писем, которые невозможно было опубликовать. Но не дождалась. Тем не менее, когда объявили, что, ну, заранее объявили, мне вспомнило вчера, что сегодня, что сегодня пятница, посвященная Марине Цветаевой, и я подумала, открою-ка я хоть наугад, вот просто наугад. Из своего любимого тома, вот пятый том, это ее эссе и перевод, две части. И вот открыла, и решила, что я вам это почту, потому как, ну, когда-то это начитала, а сейчас так люблю. — За дело, да? — Угу. Сказка матери. — Мама, кого ты больше любишь, меня или Мурсю? — Нет, не говори, что все равно. Все равно не бывает. Кого-нибудь всегда чуточку больше, другого не меньше, но этого чуточку больше. Даю тебе честное слово, что я не обижусь с победоносным взглядом на меня, если Мурсю. Все, кроме взгляда, было чистейшей лицемией, ибо и она, и мать, и, главное, я, отлично знали, кого. И она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с меньшим напряжением ждала, хотя я знала, что не торгуюсь. — Кого больше? Зачем же непременно кого любить больше, с явным вмешательством и явно оттягивая мать? — Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери? — Ведь это было бы несправедливо. — Да, неуверенно разочарована Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. — А все-таки кого? Ну хоть чуточку, капельку, крошечку, точечку больше. Жила-была мать, у нее было две дочери. — Муся и я! — быстро перебила Ася. — Муся лучше играла на рояле и лучше ела. А зато Асе вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла. И она, как мама, умела сквертывать язык трубочкой, а Муся не умела. И вообще она была, с трудом и с отломом, миниатюрная. — Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше. — А может быть, думая совсем о другом, о сыновьях, например. — Две дочери — старшая и младшая. А зато старшая скоро составилась, а младшая всегда была молодая, богатая, и потом вышла замуж за генерала, его превосходительство. Или за фотографа Фишера, — возбужденно продолжала Ася. А старшая за богодела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. — Да, мамка? — Да, — подтвердила мать. А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа. И у нее было четыре лошади — сахар, огурчик и мальчик. Одна рыжая, другая белая, а другая черная. А старшая в это время так составилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богодельни выгнал, взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке. И столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку. И вот младшая едет в Ландо и видит, такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кофе. И она была очень-очень добрая. Ее пожалела — садись, собачка, в экипаж. А та с ненавистным на меня взглядом сразу влезла. И лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что глаза у нее не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые. Особенно! И вдруг она узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа, а та разбилась на четыре части вдребезги. — Да, — снова подтвердила мать, — отца у них не было, только мать. А отец умер от диабета, потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожные, тартов, разных кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками. — Да, мама? — Хотя Захарин ему запретил, потому что это же сведет в могилу. — Причем тут Захарин внезапно очнулась мать? — Это было давно, когда еще никакого Захарина не было и вообще никаких докторов. А слепая кишка была аппендицит, такая маленькая-маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыплется, разные кости, и рыбьи хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти. — Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш. — Да-да, у нее не было перочиного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать, и за это меня страшно ущипнуло. — Врешь! — с негодованием и тюмлением похрепела я. — Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объела мой карандаш с Муся чернилами. — Мама! — заныла Ася, но по невыгодности дела тут же меня рельс. — А когда человек сказал «да», а во рту нет, то что же он сказал? — Он ведь два сказал «да, мама», он пополам сказал. — Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет? — Кто куда пойдет? — Ну, в ад или в рай, человек, наполовину в раны, в рай? — Ну, задумываясь, мама. — У нас, не знаю, у католиков на это есть чистильщик. — Я знаю, торжествующий Ася, чистильщик Дик, который маленькому лорду подарил красный футляр с подковыми лошадинами головами. И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих, сказала. — А я знаю, — я молниеносный, — разбойник — это враг этой дамы, этой дамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. А потом, потому что был очень злой, захотел еще убить одну из девочек. Сначала двух. — Мама, как Муся смеет рассказывать твою сказку? — Сначала двух. Но Бог ему запретил. Тогда одну. — А я знаю, какую, — пасту. — Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно, какую. И он только хотел сделать неприятность той даме, потому что она за него не вышла замуж. — Да, мама? — Может быть, — сказала мать, прислушиваясь. Но я этого и сама не знала. — Потому что он был в нее влюблен, — торжествовала я. И уже безудержно. И ему лучше было ее видеть в могиле, чем... — Какие африканские страсти, — сказала мать. — Откуда это у тебя? — Из Пушкина. — Но я другому отдана, но буду век ему верна. После краткой проверки. — Нет, кажется, это из цыган. А, по-моему, из курьера, который я тебе запретила читать. — Нет, мама, в курьере совсем другое. В курьере были эльфы, то есть сильфы. И они кружились на поляне. А молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проплел отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая упомяла. — Мама, а что такое молочная сестра? — спросила присмиревшая, подавленная моим превосходством Ася. Дочь кормилец. — А у меня есть молочная сестра? Мать не меня. — Вот. — Фу, — сказала Ася. — А она, Ася, мама, не моя, правда, мама? — Не твоя, — подтвердила моя. — Потому что Асю кормила я, а тебя кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилица. — Только у твоей кормилицы был сын. Она была цыганка. И очень злая, и страшно жадная. До того жадная, что когда дедушка ей однажды вместо золотых селёг подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти. — А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася. — Ни одной, — ответила мать. — Их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила. И ни одной не могла выбрать, и сказала тому разбойнику. — Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу. — Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась. А обид я не убью, чтобы ты вечно мучилась. — Что эту выбрала. — А ту, ну, которую же? — Нет, — сказала она. — Скорее ты умеешь здесь передо мной, стоя от старости или от ненависти, чем я сама осужу одну из наших вечерей на смерть. — А кого мама она все-таки больше жалела, не вытерпелась, потому что одна была болезненная, плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, и от наваги ее даже тошны. — Да, а когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку, и вообще под ее стулом всегда была помойка. — Это я с милостью. — Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила, — Ну, ради бога, еще один кусочек открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек. — Значит, мама ее больше любила. — Может быть, честно сказала мать, то есть больше жалела, хотя бы за то, что так плохо выгорела. — Мама, не забудь про аппендицит, — заволновалась Ася, потому что у младшей, когда ей стукнуло 4 года, тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит, и она бы, наверное, умерла. Но ночью приехал доктор Ярхо из Москвы, и даже без шапки, без аппендика, и шел даже град. И он был совершенно мокрый. — Это правда, мама, святой человек? — Святой, — убежденно сказала мать. — Я святее не встречала, и потом совершенно больной. И мог бы тогда простудиться, ведь какая гроза. И еще бедный тогда так упал перед самой дачей. — Мама, а почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор, да? А когда доктор заболеет, кто его спасает? Просто Бог всегда был. И тебя тогда Бог через доктора Ярхо. — Мама, я устал слушать праздник. — А почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот пузо? — Что, Муся, опять пузо болит? — Ведь это неприлично. — Непривычно, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили. — Конечно, странно. Но с таким сердцем и все позволит. И не то позволит. И я всегда, пока сама жива, буду ставить его в здравие свечу. — Мам, а что же эти девочки? Так и остались неразрезанные? — После долгого общего научения спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так ушел. — Не ушел, — сказала мать. — Не ушел. — А сказал ей следующее. — Зажжен в церкви две свечи. Одна будет... — Муся, а другая — Ася. — Нет. — Имен в этой сказке нет. Левая будет старше, а правая — младше. Которая, скорее, горит, то и... Ну вот. Взяли две свечи совершенно одинаковые. — Мам, одинаковых не бывает. Одна все-таки была чуточку, крохотку. — Нет, Ася, — уже строго сказала мать. — Я тебе говорю, совершенно одинаковые. — Сама зажигай, — сказала разборник. Мать перекрестясь зажгла, и свечи стали гореть. Ровно-розно, даже как будто не умешать. Уж ночь наступила, а свечи все горят. Одна другой не меньше, не больше. Две свечи, как два признеца. Бог не знает, сколько еще времени будет гореть. Тогда разборник сказал. — Иди к себе, а я пойду к себе. А утром, как только солнце встанет, Но оба придет сюда. Кто первый придет, Другого будет ждать. Вышли и забили дверь на огромный замок, А ключ положили под камень. — А разбойник мама, конечно, раньше пришел. — Ася. — Погоди. Настало утро, Взошло солнце. И вот, один другого не раньше, Один другого не позже, С двух разных сторон. Разбойник слева, Мать справа. Потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, Как две руки, Как два крыла. И вот, По разным дорогам, С двух разных сторон, Шаг в шаг, Секунда в секунду к церкви, А против церкви солнце вставало. Разбойник и Мать. Открывают замок, Входят в церковь и Мать. Одна свечка совсем сгорела, Черная, От рука еще чуточку Зволнула на глаз. Две черные, Трезвые, Потому что, конечно, За целую ночь обе две горели, Но так никто и не видел, То все сначала начало. Нет, Обе свечи горели ровно, Одна другой не меньше, Одна другой не больше. Нисколько не сгорели, Ни наскоречка не сгорели, Как вчера поставили, Так и стояли. И Мать стояла, И разбойник стояла. И сколько они так стояли, Неизвестно. Но когда она опомнилась, Разбойника не было. Как и куда ушел, Неизвестно. Не дождались его И в разбойничьем замке. Только через несколько лет В народе прошел слух О каком-то святом отшельнике, Живущем в пещере. И... Мама, Это был разбойник, Закричала я. Это всегда так бывает. Он, конечно, Стал самым хорошим на земле После Бога. Только ужасно жаль. Что жаль? Спросила Мать. Разбойника. Потому что, Когда он так, Как побитая собака, Поплелся ни с чем, Она, конечно, Я бы, конечно, Его страшно полюбила. Взяла бы его в дом, А потом бы непременно На нем женилась. Вышла бы за него замуж, По правилам Мать. Жалится мужчина. Потому что она его И вперед любила. Только она уже была замужем, Как Татьяна. Да. Но ты совершенно забыла, Что он убил ее мужа, Сказала Мать волновая. Разве можно выходить замуж За убийцей отца своих детей? Нет, Сказала я. Ей бы по ночам Было очень страшно. Потому что Тот бы стал являться К ней с отрубленной головой. И всякие звуки Были через. И, может быть, Дети бы заболели. Тогда, мама, Я бы сама стала отшельником И поселилась в Канаде. А дети? Спросила Мать Голубоко-голубоко. Разве можно бросить детей? Ну, тогда, мама, Я стала бы ему Писать стихи и тетради. И сетя 934-й. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.